Всем привет! Это молодежный микс и с вами Джанет Шишаева. Вот о чем хотим мы вам рассказать. С любовью к музыке. Отчетный концерт детской школы искусств номер один города Махачкалы. Чистые игры. Эко-квест для тех, кому небезразличен родной город. Незабываемое путешествие с Алисой в страну чудес. Отчетный концерт детской школы искусств номер один больше напоминал сказку, где главная роль была отведена и ее величеству музыке. Похоже, у нас гости! Здравствуйте! Меня зовут Алиса. Приветствую вас! С первых минут представления мы окунаемся в волшебный мир детских фантазий. Здесь осуществляются самые смелые мечты и воплощаются в жизнь самые крутые идеи. Это совместная работа детей, педагогов и родителей. Для них отчетный концерт – это возможность показать почетным гостям все, чего они добились за уходящий учебный год. Детям я желаю, чтобы у них мечты сбывались, чтобы они шли к своей цели и не боялись никаких преград. Страна чудес, она существует. Мы сами создаем вокруг себя страну чудес. Вот я желаю взрослым тоже не забывать об этом и иногда окунаться в какое-то детство и тоже оказываться в этой стране. ПЕСНЯ В детской музыкальной школе искусств уже сложились свои творческие традиции. Одна из них – победы и признание на республиканских, всероссийских и международных конкурсах. А еще у этого коллектива крепкие связи с другими учреждениями дополнительного образования Махачкалы. К слову, декорации для сегодняшнего выступления изготовили в художественной школе. Еще одна важная традиция – выпускники школы всегда поддерживают связь со своим родным коллективом. Ровно 50 лет назад в эти дни я получил свидетельство об окончании детской музыкальной школы номер один города Махачкалы. И спустя много-много лет, закончив музыкальное училище, закончив консерваторию, я пришел в родные пенаты, чтобы поздравить и своих бывших педагогов, молодых педагогов. И очень рад, что школа существует и дальнейше работает, воспитывает новое поколение музыкантов для искусства Дагестана. На базе школы функционирует 10 отделений, которые охватывают практически все направления музыкального искусства. Фортепиано, струнные инструменты, хоровое пение, театральное отделение и не только. Каждый может найти то, что близко его внутреннему миру. А мир наших детей, если судить по концертной программе, очень добрый и яркий. Амина, расскажи нам, как называется ваш коллектив, как давно вы занимаетесь и с кем занимаетесь. Мой коллектив называется «Симург». Мы занимаемся с преподавателем Дианой Ахмедовной Каджимусиловой. И мы танцуем национальные, тагестанские и кавказские танцы. Самая приятная часть программы – награждение педагогов и детей, которые защищали честь школы на конкурсах и фестивалях разного уровня. Ну и, конечно же, заслуженные овации. Концертная программа, в которой органично переплелись. Классическая музыка и национальные мотивы зрители оценили по достоинству. Весенний кубок чистоты прошел в 60 городах нашей страны. Тысячи россиян приняли участие в эко-квесте. В Махачкале данное мероприятие проходит уже в шестой раз и собирает все больше сторонников чистой природы. Школьники, студенты, общественники и неравнодушные махачкалинцы собрались на смотровой площадке Таркитау для того, чтобы принять участие в чистых играх. Я очень горд, что я могу принять хоть маленькое участие, чтобы наш город стал красивее. Сегодня мы на горе Таркитау. Мы здесь хотели бы убрать мусор, чтобы здесь было чисто, потому что здесь бывает очень много туристов. Организаторами этого масштабного проекта выступили комитет по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы и администрация советского района. Целью данного мероприятия является экологическое просвещение населения в первую очередь и, конечно же, очистка загрязненных территорий, на которых обычно отдыхают люди. Смотровая площадка для Махачкалы, для Дагестана – это одно из таких часто посещаемых мест. Вы сами можете наблюдать, какая здесь красивая панорама открывается. И здесь мы уже проводим второй раз чистые игры. В прошлом году это было в первый раз, и сейчас второй раз проводим. В прошлом году у нас рекордное количество было мешков собрано, это 650 мешков мусора. И они были собраны, что можно отметить, раздельно. Тем самым мы, ребят, которые участвуют у нас на играх, мы их приучаем к раздельному сбору мусора. Они знакомятся с культурой раздельного сбора мусора. Мы им рассказываем здесь, что можно сделать из переработанного мусора и какая у них дальнейшая вообще судьба бывает. В общем, для того, чтобы ребята немножко задумывались перед тем, как они просто бросят мусор. И вообще, чтобы понимали экологическую грамотность, чтобы у них, в общем, культура была. Перед началом соревнований всех участников ознакомили с условиями конкурса и правилами сбора мусора. Мы постоянно участвуем в таких акциях. И вот сейчас по приглашению также пришли в качестве волонтеров, чтобы помочь убрать мусор. Вот как думаете, у вас есть шансы на победу? Как настроены ребята? Вот немного о том, есть ли волнение вообще перед конкурсом? Это уже наши вторые части игры. На тех мы заняли третье место. Так что да, мы настроены все-таки на победу. И надеемся, что мы выиграем. 24 команды, почти 100 участников. За полтора часа они должны были собрать наибольшее количество мешков. Для удобства у дороги были установлены три пункта сдачи мусора. Здесь фиксировали работу каждой команды, подсчитывали количество мешков, следили за тем, чтобы ребята собирали мусор раздельно и, соответственно, давали баллы. Синий скотч означает то, что надо укомплектовать именно пластиковые пакеты, где собирается пластик. Наши участники собирают пластик. И моя задача надо обмотать именно синим скотчем. И также у нас есть разная другая цветовая гамма для какого-то мусора определенного. В итоге, благодаря Эко-квесту «Чистые игры» удалось собрать почти 3,5 тонны мусора. И окрестности смотровой площадки Таркитау стали гораздо чище. На этом у нас все. Следите за нами в Инстаграм и на нашем официальном сайте. Увидимся с вами на следующей неделе. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»